Господи Иисусе Христе, Святое Божие, помилуй меня и греши. Номер 53. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стих. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Толкование. Блаженна Феофилакта. Неверная суть храма идолов, или даже самые идолы, а вы храм Бога, не того, о котором они баснословят, но живого. Итак, какая совместность, то есть подобие, сходство между вами и ими. Дабы не показалось, что льстит, Писание подтверждает, что не храм Божий. Обитание в нас Бога обусловливается чистотой жизни, а хождение его в нас приобретается старанием. Ибо Бог живет в человеке тогда, когда он чист. А когда он побуждает его к другому, к какому-либо делу, говорится, что он ходит в нем. Это значит, когда Бог бывает его Богом, то он вступает в чин патриархов. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Толкование. Не сказал, не делайте глупости, но и не прикасайтесь к ним. Нечистота же бывает двоякая, телесная и душевная. К душевной относятся нечистые помыслы, нечистые взгляды, злопамятства, обманы и тому подобное. А к телесной нечистоте относятся блуд, прелюбодеяние и всякое плотоугодие. И так хочет, чтобы мы были чисты и от той, и от другой нечистоты. Выйдите из среды неверных и отделитесь. То есть живите отдельно и будьте чистыми. И тогда приму вас, ибо когда отступите от пророков, тогда... От пророков? От пороков. Ты что придумал, а? Простите. Ибо когда отступите от пороков, тогда соединитесь с Богом. Господи помилуй. 2 Коринфянам 6, 18. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Содержитель. Толкование. Видишь ли, как пророк давно предсказал о нынешнем возрождении и усыновлении, совершающемся в нас через крещение. Комментарий Игнатия Лапкина. Всюду, где говорится о спасении через крещение, говорится об этом таинстве, как о завершающей стадии рождения свыше, принятии Христа в свое сердце, полного перехода на сторону Христа. В сегодняшней же, в кавычках, крестители, все сводит только к самому акту крещения, совершенно не научив ничему предварительно людей. И такое отношение к крещению и само крещение есть ложь. 2 Коринфянам 7.1 Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Толкование. Какие обетования? То есть, что мы храмы Божьи, что в нас обитает и ходит сам Бог и Отец, очистим себя от нечистых дел, ибо это означает скверно плоти, и скверных и страстных помыслов, ибо это означает скверно духа, то есть души. Недостаточно, говорит, удерживаться от нечистоты, но должно делать и нечто доброе, святыню, то есть чистоту и целомудрие. Присовокупил страхи Божьи, или потому что есть целомудрие, сохраняемое из человекоугодия, а не в страхе Божьем, или для того, чтобы показать нам, как должно сохранять оно именно в страхе Божьем. Ибо как невелика сила плоти, но имеешь страх Божий, и победишь ее неистовство. Под святостью, разумей, не одно целомудрие, но и вообще всякую чистоту в жизни. Второе Коринфянам 7.2 Вместите нас! Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Толкование. Опять говорит о любви. Прежде навел страх на них, сказав, что они отступили от него и присоединились к неверным и нечистым. Теперь смокчается к ним, говоря, вместите нас, то есть дайте нам пространное место в себе, чтобы нам не было тесно в вас. Намекая же на лжи апостолов, говорит, никого не обидели в имуществе, никому не повредили, то есть не обольстили, повредив ум нечестивым учением, ни от кого не искали корысти, то есть не искали себе прибыли под предлогом проповеди. 2 Коринфянам 7.3 Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Толкование. Говорю это не для того, чтобы осудить вас. Откуда это видно? Из любви, ибо вы в сердцах наших. Но так как иной, может быть, и любит, однако не хочет подвергать себя опасностям, то говорит, чтобы вместе умереть. И так как много есть таких, которые не радуются благодействию друзей по зависти, то присовокупил и жить. Мысль сказанным такая, и в опасностях не обигаем вас, и в благодействии живем с вами, и не завидуем вам. 2 Коринфянам 7.4 Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Какая информация, братья. Ну. Я исполнен утешением, призабилую радостью, при всей скорби нашей. Толкование. Казалось бы, оскорбил их, говоря, в сердцах ваших тесно, и вместите нас. Поэтому теперь и себя оправдывает, и их врачует, говоря, я сказал это не для того, чтобы осудить вас, но по своей великой смелости в отношении к вам и из желания побудить вас к добродетели. Ибо что я не осуждаю вас, видно из того, что при другим и хвалюсь вами. Исправившись, говорит, в том, за что я осуждал вас в прежнем послании, вы исполнили меня утешением, и не только утешили меня, то есть освободили от печали, но и обильно исполнили меня радостью. Обилие радости означает словом при изобилую. Радость эта, говорит, была такова, что во всякой скорби нашей, как бы она не была велика, превозмогала и погашала скорбь. Это, казалось бы, противоречит сказанному о них немного прежде, но на самом деле не противоречит, ибо то и другое свойственно любящему. Первое, как обличающему, а последнее, как ободряющему, потому что обличение бывает не по неприязни, но и от сильной любви. Второе, Коринфянам 7,5. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от ненападения, внутри страхи. Толкование. Повествует о своей скорби и говорит о ней в сильных выражениях, дабы показать, как велика была радость от них, когда прогнала и такую скорбь. Хорошо сказал, что плоть не имела покоя, ибо душа Павла была непобедима. Нападение от неверных, потому что между неверными есть слабые, которые могли быть увлечены лжебратьями. Второе, Коринфянам 7,6. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Тита. Толкование. Поскольку многое сказал в похвалу Коринфян, то приводит в свидетелей Тита. Кто же утешает смиренных? Бог говорит, Он и нас утешил, послал нам Тита, ибо прибытия его было достаточно для того, чтобы рассеять скорбь нашу. Хочет также представить и мужа всего достойного уважения, почему приписывает прибытию его большое значение. Второе, Коринфянам 7,7. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешился о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я ищу боли и обрадовался. Толкование. Утешил вас, говорит, не только тем, что был при вас во время скорби, но и тем, что возвестил вам о добродетели вашей, который сам утешался, то есть радовался о вас, принимая вас за добродетели ваши. Снизкивает мужусьму благоволение их, как хвалившему их пред ним. Вероятно, коринфяне плакали и скорбели о том, что учитель так болел духом и так долго не был у них. Слава Иисусу Христу! Поэтому не просто сказал слезы, но плач, то есть сильное желание, также не гнев, но ревность против блудника. За меня вы воспламенились и возгорделись, чтобы исполнить повеление мое. За меня ревновали вы и предлжи апостолами. Говорит, это апостол не только для украшивания прежних укоризн, но и потому, что принимает исправившихся. Ибо хотя много дурных и недостойных этих похвал, но он не отделяет их, а вместе хвалит и укоряет, представляя совести каждого избрать себе свое. Я, говорит, обрадовался и присутствует тита, но больше тому, что он сообщил мне о вас такие вести. Второе коринфянам 7.8 «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». Толкование «Хотя я, говорит, написал к вам так, что превзошел мир укоризны и должен бы раскаяться о том, что порицал вас сверхмеры, но великая польза, происходящая от того, не дозволяет мне теперь раскаиваться». «Сказал это не потому, чтобы в самом деле порицал их сверхмеры, но для того, чтобы увеличить похвалу их». Это послание было третье уже. Я не сплю. Первое было потеряно. Я нормально, я читаю. Первое потеряно. Вот, которое называется первое, это второе. Второе коринфянам 7.8. Я считаю медленно, потому что я вижу, что воспринимает Надежда Васильевна даже. Посмотри. Да, 7.9. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Толкование. «Скорбь была временна, к часу, а польза всегдашняя. Я радуюсь». Говорит, «не потому, что вы опечалились, ибо какая мне польза от вашей скорби, но что вы опечалились к покаянию, заметь, как скорбь приписывает послание. И не говорит, что принес вам пользу, что было справедливо, но относит это дело к их добродетели. Вы, опечалились, но опечалились ради Бога. Вы вобличены, говорит, нами, вы опечалились по Боге, и впредь ни в чем не потерпите от нас вреда. «Ибо все вы, не исключая и дошедшего до крайнего греха и блудодеяния, улучшились. Учитель тогда причиняет вред ученику, когда не обличается грешающего, ибо если бы его обличили, он получил бы пользу». 2 Коринфянам 7, 10 «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Толкование. «Рассуждают о печали и показывают, что печаль не всегда есть зло, но только тогда, когда бывает по миру, то есть об имуществе, славе, об умерших. Ибо такая печаль производит смерть, непременно уже душевную, а часто и телесную, ибо через это многие погибли. Если же кто добровольно скорбит о грехах, то скорбит ради Бога. Ибо врачество это приготовлено на случай сей одной болезни для произведения неизменного покаяния. Ибо никто из скорбящих ей никогда не расхаивался в том и для избавления человека от душевной смерти». 2 Коринфянам 7, 11 «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Посему вы показали себя чистыми в этом деле». Толкование. «Не из примера других, говорит, доказываю пользу печали по Боге, но из вашего опыта, ибо вы не только не раскаялись в том, что опечалились, но сделались более заботливыми о себе. Извинения предо мной, ибо я извинил вас, потому что вы раскаялись. Какое негодование на виновного, на соблудившего, какой страх предо мной, ибо вы так и так скоро исправились, потому что устрашились. Какое желание ко мне, когда сказал о страхе, дабы не подумали, что представляет себя каким-то властителем, тот час поправился, употребив слово желание, которое есть признак любви, а не власти. Какую ревность к Богу, какое взыскание за законы Божии, ибо вы наказали нарушивших оное. Вы, не только не сделали ничего такого, что сделал блудник, но и не противопоставили ему. В прежнем послании сказал, и вы возгордились, 1 Коринфянам 5.2, что делало их общниками преступления. Поэтому здесь говорит, теперь вы очистили себя и от этого подозрения и показали себя чистыми от порицания. 2 Коринфянам 7.12 Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Полкование. Да бы не сказали ему, зачем же ты обличал нас, если мы чисты были от преступления. Говорит, я до того уважаю прежде писанное мной, и не раскаиваясь в обличении вас, что говорю, до того я написал то, чтобы любовь моя к вам и попеченье мое вас открылись пред Богом, то есть пред Богом видящим, что это справедливо. Я опасался, чтобы и на вас не пришла зараза. Кого же разумеет под оскорбившим и оскорбленным, блудодействовавших, потому что и тот, и другая оскорбили друг друга. Как же говорит, что писал не ради их, то есть, хотя я писал и ради их, но не исключительно ради их, а и ради вас, заботясь, чтобы не испортилось все общество. Так, и когда говорит, разве о Валах заботится Бог? 1 Коринфянам 9.9 Не то говорит, что Бог не заботится о них, иначе зачем они созданы, но то, что Бог дал закон преимущественно не ради Валов. 2 Коринфянам 7.13 Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы были радостью Титан, что вы все успокоили дух его толкования. Я показал попечение свое о вас, и надежды мои не обманули меня, поэтому говорит, весьма утешился. Теперь к утешению, которым вы утешили меня, как я сказал, присовокупилась большая радость, радость и та. Радость же это и утешение за вас и для вас. Поэтому и говорит далее. 2 Коринфянам 7.14 «Итак, я не остался в стыде или в чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной». толкование. «Я говорит тому обрадовался, что Тит нашел вас такими, какими я изображал вас на словах. И сам он успокоился, когда нашел вас такими и не встретил от вас ничего грубого и неприятного. А то, что Павел хвалится учениками, показывает, что они были добродетельны, а он чадолюбив. Такими теперь должны быть ученики и учители. «Как проповеданное мною вам все было истинно, или, быть может, говорит о похвалах, высказанных им о Тите. Так и все, чем я хвалился о вас, оказалось истинным». 2 Коринфянам 7.15 «И сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании послушания всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом». Толкование. Всеми словами хвалит Тита, чтобы и они полюбили его, как связанного с ним и пламенно любящего их. Поэтому и сказал сердце его, дабы показать силу и горячность расположения и искренней любви его. Выставляет причины такой любви к ним Тита, показывая, что они сами подали повод такой любви и вместе с ним побуждая и их больше любви. Ибо вы не просто показали любовь к нему или попечение о нем, но и послушание, приняв его, как дети отца и в то же время, как начальника, со страхом и даже трепетом. Всем самым свидетельствуют о сугубой добродетели их. О любви как отцу и о страхе как начальнику, так что в них ни любовь не ослабила страха, ни страх не отравил любви. 2 Коринфянам 7 16 «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Толкование «Не эти только радуюсь, что вы почтили его, но и о том, что нахожу вас такими, не поздравляющими меня, подающими мне смелость говорить о вас откровенно во всяком деле и во всякое время. и иначе могу положиться на вас, потому что буду ли делать что для вас или говорить вам, вы охотно примете то, понадобится ли для исправления вашего облегчать или хвалить вас, или предписывать вам что-нибудь тяжкое». 2 Коринфянам 8 1 «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Толкование «Не напрасно воздал им выше так много похвал, но с той целью, чтобы смягчить их, ибо намеревался побудить их к нищелюбию. Поэтому и сказал выше «Могу положиться на вас». То есть все, что не говорю вам, вы делаете. Впрочем, не сказал сразу «Подайте милостыню», но поставив пример сделанный другими, и их возбуждает подобной ревности». «Примечай, что расположение к милостыне называют благодатью Божией. Через это их слово свое делает неукоризненным, и Коринфян призывает к милостыне, как дару Божию, и не сказал в том или другом городе, но хвалит всю Македонию, чтобы и они все возревновали так же». 2 Коринфянам 8.2 «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует богатстве их радушия». Толкование «То есть, имея много скорбей, делаются искуснейшими через терпение. Не пали, но более радовались, не просто радовались, но радовались с избытком, то есть, как великая скорбь их произвела избыток радости, так и великая и крайняя бедность их не только не воспрепятствовала им подавать милостыню, но еще более побудила их преизбыточествовать богатстве. Не сказал же в богатстве подаяния, но радушие, то есть чистосердечного расположения к щедрости, ибо благотворительность ценится не по множеству подаваемого, но по расположению подающих. Удивительно, что при такой бедности, ибо были оторваны от своих соплеменников, показали такую щедрость. 2 Коринфянам 8, 3, 4 Ибо они доброхотны по силам и сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Толкование. Объясняет сказанное выше и говорит по силам, даже сверхсил, ибо в этом состоит избыток простоты, то есть в том, что сверхсил. Притом они не были увещеваемы нами, но доброохотны. И что я говорю? Они сами много просили и умоляли нас. Говорит это для того, чтобы и их побудить не столько ко многому подаянию, сколько к подаянию с охотой. С этой целью и останавливается на всем предмете. Здесь не достает слов. Просили нас принять это служение. Сказал дар, чтобы коринфяне, как ревновавшие о дарах духовных, прибегали и к милостыне, как дару, о чем и выше сказано. Участием же назвал ее, дабы знали, что давай другим сами получают. 2 Коринфянам 8.5 И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Толкование. Мы не надеялись, чтобы находящиеся в такой бедности и в такой скорби просили нас принять служение их. Здесь свидетельствуют и о других добродетелях их, ибо они не возносились от того, что подавали милостыню и не заботились о других добродетелях, но все цело предали себя Господу, все цело и нераздельно преклонились ко всякому богоугодному делу. И нам предали себя, то есть были покорны во всем, показали любовь по воле Божией, то есть как угодно Богу, а не человеческому расчету. 2 Коринфянам 8.5 И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых Господу, потом и нам по воле Божией. Они говорят, до того предались милостыне, что я, видя их дело, позаботился о вас, чтобы вы не были хуже их, и потому просил тита и тик вам, что и сам он начал, то предположил идти к вам прежде, нежели я попросил его. Через это также располагает их титу, дабы, когда он придет и станет убеждать их к милостыне, они удобнее склонились на убеждение его, как помышляющего об относящемся к их спасению. И снова назвал милостыню добрым делом, ибо она поистине есть великое благо и дар Божий, и подаяние уподобляет нас Богу. Поэтому и премудрый сказал, многие хвалят человека за милосердие. Притча 26. 2 Коринфянам 8.7 А как вы изобилуете всем верой и словом и познанием и всяким усердием и любовью вашей к нам, так изобилуете и сей добродетелью толкованию, увещает с похвалами и говорит, так как вы все проще делаете, имеете с избытком, то и в этом деле не только не подайте милостыню, но подайте ее с избытком, что означает или то, что они превозошли македонян или чтобы просто были щедрее верою, то есть дарами веры несомненной словом, то есть словом мудрости познанием, то есть познанием догматов и всяким усердием, то есть ревностью прочим добродетелем и любовью вашей к нам, ибо прежде сказал, что вы доказали титу любовь свою ко мне, ревнуя по мне, 2 Коринфянам 8.8 Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви толкования, то есть не принуждая вас и не делая вам насилия, то есть для того хвалю македонян, чтобы через их усердие показать вашу любовь к бедным святым более достохвальной и более блистательной. 2 Коринфянам 8.9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Полкование. То есть подумайте, размыслите о великом таинстве и ничего не пощадите. Ибо говорит, если не веришь, что нищета производит богатство, то вспомни о своем владыке и не будешь больше сомневаться. Ибо если бы Он не обнищал, то есть не принял падшую и бесчестную плоть, и не претерпел всякое иное бесславие, и при том для вас недостойных врагов своих, то и мы не сделались бы богатыми. О каком же богатстве говорит? О благочестии, об очищении, об освящении и о прочих благах, которые Он дал и дает. 2 Коринфянам 8.10 Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще прошедшего года. Алкование Смотри, как заботиться о том, чтобы не быть им в тягость. Совет говорит даю, то есть советую, а не налагаю необходимости. Советую же для того, чтобы больше было пользы вам, нежели получающим. Убеждает их уже не ревность других, но собственным их расположением, говоря, вы добровольно дошли до того же и не только положили начало деланию, но и хотению, то есть деланию по доброй воле, без всякого внешнего увещания. Поэтому советую вам теперь исполнить свое дело. 2 Коринфянам 8.11 Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Толкование Чтобы прекрасное дело не остановилось на одном усердии, но было действительно исполнено, ибо как расположение и произволение производит желание, так от имения происходит дело. Итак, у кого есть, тот пусть делает дело, а у кого нет, тот сделал дело произволения.